Ну конечно же нет. Я думаю, что это самая бессмысленная и безответственная администрация США в истории. У нас нет никого, кого можно было бы назвать государственным деятелем. Искусство управления государством в том, чтобы продвигать американские интересы с наименьшим ущербом для американского народа. У нас же нет ничего подобного. У власти группа позеров, которые встают в позу, а это совсем не государственное управление. И американский народ должен понять то, что никто не удосужился ему сказать. Во время Второй мировой войны Тайвань был неподавляемым авианосцем для вооруженных сил Японской империи. Все главные вторжения в Китай шли из Тайваня. Пекин не позволит Тайваню превратиться в гарнизонное государство для американских или японских вооруженных сил. И если китайцы думают, что мы собираемся вступить в альянс с Тайванем, если полагают, что мы собираемся вмешаться, чтобы защитить этот остров в случае конфликта, то мы будем воевать с Китаем по причинам, которые я только что указал. А мы к этому не готовы. Мы находимся слишком далеко. У нас нет логистической инфраструктуры. И честно говоря, есть старая поговорка, которую всем надо помнить. Глуб корабль, сразившийся с крепостью. Нам придется сражаться с Китаем с моря, и нам не победить. Китай может поглотить все, что мы в него сбросим. И китайцы будут счастливо сидеть и ждать, пока мы будем преодолевать тысячи миль, чтобы до них добраться, а потом нас потопят. Администрация Байдена и его предшественники откровенно относились с полным презрением ко всему, что российские власти говорили последние 15 лет про Украину. И сейчас они это повторяют. А мы видим, как хорошо идут дела теперь на Украине. Русские всегда говорили серьезно. Множество людей погибли в этой войне на Украине, которую мы должны были оперативно предотвратить. А теперь мы провоцируем китайцев по вопросу, который как минимум им также стратегически важен.